Продолжение следует... Только что закончилась семилетняя война. Британская империя оказалась победителем, но казна была пустая. Война — это очень дорогое удовольствие, и деньги банально закончились. Что делать? Британия начала выжимать доходы из своих колоний. В частности, были подготовлены новые налоги и поборы с 13 британских колоний в Америке. Многие из этих налогов встретили яростное сопротивление среди колонистов. Они протестовали против налогообложения без представительства. Колонисты хотели, чтобы представители колоний принимали участие в создании новых законов. Однако Британия отказалась пойти навстречу интересам своих колоний и отправила войска для наведения порядка. Вскоре британский парламент обвинил колонию Массачусетс в открытом неповиновении и восстании против короля. Солдаты начали поиск и уничтожение военных припасов колонистов в районе Бостона. В апреле 1775 года отряд из 700 солдат получил приказ выдвинуться из Бостона в город Конкорд и там найти и уничтожить очередной запас вооружения милиции. Если вы не в курсе, то милиции называли силы самообороны у колонистов. Однако милиция города Лексингтона, который лежал на пути британских солдат, узнала от своих разведчиков о готовящемся походе и решила встретить незваных гостей. Легер сил самообороны капитан Паркер знал, что британских солдат намного больше, и он не собирался жертвовать своими людьми просто так. Войну никто не объявлял. К тому же Паркер знал, что британские солдаты и раньше делали такие рейды. Они искали оружие, ничего не находили и спокойно уходили обратно в Бостон, так что никто не собирался стрелять. Капитан Паркер просто хотел показать, что в городе есть милиция, и она наблюдает за действиями регулярных войск. 19 апреля 1775 года 700 британских солдат прибыли в Лексингтон и увидели около 70 жителей города с ружьями. Не стрелять! Не стрелять! Просто стоим! Они не представляют преграду. Мы можем просто пройти мимо. Мы не будем просто проходить мимо. Примкнуть штыки! Примкнуть штыки! Опустите свое оружие и разойдитесь. Мы здесь, чтобы просто поговорить. Поговорить о чем? Именем короля сейчас же уберите оружие и разойдитесь. Это наша земля. Мы тут собрались, как мирные жители. Никому не стрелять! Приготовить штыки! Солдаты, вперед! Разоружите их! Батальон! Медленно вперед, марш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Милиция, не стреляем! Все расходимся по домам! Британцы по численности сильно превосходили колонистов, и капитан милиции Паркер уже приказал своим людям разойтись. Как вдруг в этот момент раздался выстрел. Никто не знает, кто выстрелил первый. Может, у кого-то из солдат дрогнул палец на корке. Может, британский офицер решил послать пулю вдогонку. А может, кто-то из колонистов не сдержал свою злость. В любом случае, этот один случайный выстрел начал революцию. Британские солдаты среагировали моментально и открыли огонь. Этот один самый первый случайный выстрел услышал впоследствии весь мир. Продолжение следует... Прикрадите огонь! Прикрадите огонь! Всем вернуться! Майор, как это вообще произошло? Этого не должно было произойти, сэр. Ваши люди не подчинились прямому приказу. Нельзя было стрелять. Но по нам начали стрелять. Вы уверены? Да, я слышал выстрелы. Это они выстрелили. Ладно, это уже не важно. Мы и так потеряли много времени. Нам нужно как можно быстрее добраться до города Конкорд. Восемь колонистов были убиты на месте. Еще десять получили ранения. У британцев только один солдат получил ранение в ногу. После короткой перестрелки красные мундиры продолжили свой путь в город Конкорд. Майк редей! Берdem wrestler! После этой короткой перестрелки красные мундиры отправились в городок Конкорд. Когда британцы прибыли на место, они разделились. Часть солдат начала поиск спрятанного оружия, а часть солдат обеспечивала охрану периметра. Достаточно молодой и неопытный капитан Уолтер Лори был отправлен охранять мост. С ним было 90 солдат. Капитан совершил ошибку, неправильно расставил людей, что сильно снизило огневую мощь его отряда. И в этот момент мост был атакован колонистами в количестве 400 человек. Выберем, ману! Капитан подать салиру. Сrance футболку, шкурки на wellно-бивение. Капитан! Капитан! Ну! Капан! Капитан! 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 Субтитры делал DimaTorzok Вскоре уже две тысячи колонистов участвовали в перестрелке с изможденными, уставшими британскими солдатами. Красные мундиры начали отступать. Субтитры делал DimaTorzok Милиция применила тактику партизанской войны, которую они переняли у индейцев. Поселенцы стреляли из окон, из-за деревьев, из-за заборов и продолжали преследовать отступавших в панике британцев. Под конец дня количество повстанцев возросло до четырех тысяч человек. Британцев загнали в Бостон, а сам город был осажден. Что делать дальше, повстанцы не знали, так как никто не мог предсказать такого развития событий. Битва у Лексингтона и Конкорда дала толчок к восстанию и показала, что колонисты могут сражаться с самой сильной армией того времени. Новость о перестрелке быстро добралась до Лондона и 28 мая 1775 года была объявлена война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok